Пиццу заказывали? Получите, распишитесь! Причем сегодня мы угощаем вас совершенно бесплатно. Такое продовольственное название для группы ее основатель Сергей Приказчиков выбрал вовсе не для того, чтобы у нас всех слюнки потекли. Просто он считает, что в музыке родного коллектива намешано столько стилей, что иначе как пиццей весь этот пиртуха не назовешь. Конечно же заинтересовался этой группой, как только услышал их песню про Пятницу. Как и у многих, у меня, конечно, был абсолютный взрыв в голове, я не понимал, это группа Пятница поет про себя или это группа Пицца поет про Пятницу. В итоге, как выяснилось, вообще группа Пятница тут ни при чем, имеется в виду просто день недели под названием Пятница. Песен у молодого проекта пока немного, но услышать в них можно и правда много чего. Тут вам и фанк, и регги, и соул, и все, что душе пожелается. Короче, сплошной рокопопс. Надо сказать, что с понедельника по Пятницу вот эту самую мелодию не зателиваю. Я уже вообще слышу давно. Я даже не понимаю, уже как это прочно засело в подкорку мою, то ли это уже саундтрек, то ли это несется, знаете, из рингтона вообще всех мобильных моих знакомых. Я бы не заметил тебя, и прошел бы мимо при встрече, если бы не Пятница, если бы не Пятница вече. Дебютный клип на песню Пятница ребята снимали в Лос-Анджелесе. И нам кажется, что получилось для начала очень даже неплохо. Как-то даже немного удивляешься, когда вдруг эти симпатяги начинают петь по-русски. Вид у них подозрительно не здешний. Ну, круто, добро, свежо, ну, на мой взгляд, свежо. И очень массово. Но не в плохом смысле массово. Это не Жанна Фриске. Это действительно такой приятный продукт, который приятно послушать на досуге. В общем, побольше бы нам таких хороших и разных. Планы у пиццы грандиозные и захватнические. И нам, честно говоря, это очень нравится. Надеемся, ребята не подведут и будут еще долго радовать наших маленьких любителей Рокопопса своими гениальными творениями. А пока пицца — это девятое место хит-парада новых героев Рокопопса.